Как можно быстро в ваших компаниях, нажимая на определенные рычаги, кнопки, получить непропорционально большие результаты в приросте продаж при непропорционально малых затратах вашей энергии и ресурсов? Какая у вас конверсия примерно в плаву лиды, как вы думаете? 30%? 70%? Нафига себе! Значит, у вас мало лидов. Если вы вкладываете деньги в свой бизнес обратно беспроцентно, то вы инвесторы терпилы. Но если вы можете себе позволить, не значит, что вы обязаны это покупать. Друзья, сейчас YouTube пессимизирует российские каналы. Если вам понравился контент, поддержите нас, пожалуйста, своим комментарием или лайком. Вдвойне будем благодарны, если поделитесь в своих соцсетях. Так видео увидит больше зрителей. Избранные материалы увидят более 100 тысяч зрителей на нашем канале. Подробнее на сайте m2tv.pro по ссылкам здесь и в описании. Сегодня продали корпус на свое мероприятие 31 октября. У нас holdout 6 тысяч мест. Да, спасибо. Это очень важное событие было для меня в жизни. Мы за три дня продали 6 тысяч билетов на наше мероприятие через полтора месяца. Да, ну что, у меня на сцене час. Я бы сразу не буду там уже воду лить. Хотел бы сразу поделиться большой ценностью. Как я понимаю, здесь сидят владельцы компании, правильно? Поднимите руку, пожалуйста, владельцы. Супер. Так, а кто представляет коммерческие блоки? Это рукой для делов продаж, коммерческие директора, маркетологи. Супер. А кто попадает в категорию, которую я не назвал? Супер. Большинство коммерции. Да, в общем, я бы хотел поделиться тем, как можно быстро в ваших компаниях, нажимая на определенные рычаги, кнопки, получить непропорционально большие результаты в приросте продаж при непропорционально малых затратах вашей энергии и ресурсов в бизнесе. Окей? Вот такая, собственно, задумка. Я бы хотел успеть, поскольку у меня час, рассказать всю тему минут за 40 и потом в идеале как-то разгонять и с вами еще вместе, может быть, там с микрофоном в зале, ну, чтобы вы могли попробовать подискутировать со мной и попробовать поприменять сразу же то, что мы разбирали. Если мы успеем, это быстро. Если не успеем, то я буду просто час топить, пока вы все не поймете то, что я хотел донести. Хорошо? Да, спасибо. Супер. Итак, собственно, коммерция и какие образы мы можем добиться рост нашего бизнеса, это единственный способ привлекать новых клиентов. Правильно? То есть вообще, в принципе, ресурсы, деньги в компании, в любой, неважно, это стройка, торговля, бьюти, любая ниша у нас больше всего. Про стройку мы говорим, с примерами стройки, безусловно, это только клиенты. Инвестиции, банки, кредиты, это временные речи. Но мы не можем бесконечно долго ими пользоваться. Мы можем пользоваться только деньгами клиентов. И поэтому компании, которые способны генерить большой поток клиентов, автоматически становятся более конкурентными, быстрее зарабатывают деньги и быстрее масштабируются и захватывают пространство. Так вот, если мы разберемся о том, что дает нам больше всего клиентов, то... И если мы посмотрим на все возможные инструменты маркетинга-продаж, то я бы хотел с вами сейчас поделиться одной фразой. Если у вас есть возможность ее записать, я бы крайне рекомендую это сделать, потому что мы вокруг нее будем целую часть танцевать. Хорошо? И мы сейчас ее сначала озвучим. Давайте вы ее запишите, а потом мы каждое слово этой фразе поразбираем, чтобы про глубину его поняли. И потом оттуда, как дерево, будут ветки разрастаться. Хорошо? Супер. Итак, фраза звучит так. В любой нише и во все времена всегда будет побеждать та компания, в любой нише и во все времена всегда будет побеждать та компания, которая может позволить себе успевать себе купить клиента дороже конкуренту. в любом рынке и во все времена побеждает та компания, которая может позволить себе купить клиента дороже конкурента. Вот давайте мы эту фразу разберем. Итак, в любом рынке технические стройка, девелопмент, ИЖС попадают же под этот сегмент. Правильно? Все. Автоматом к вам ко всем эта фраза относится. Дальше. Во все времена. Это значит в прошлом, в настоящем и в будущем. Тоже попадаем в эту категорию. То есть к нам уже относится это с точки зрения времени и ниши. Побеждает та компания. Это значит, что эта компания занимает самую большую долю рынка и имеет самый большой объем денег, прибыли, выручки и масштаба. Если есть такие амбиции, если в сети в этом форуме, значит, скорее всего, вам это актуально. Мы бы хотели, чтобы ваша компания была самая большая и богатая. Побеждает. За счет чего? Вот теперь будут важные смысли, которые нужно прямо вот так глубоко понять. Которая может позволить себе купить клиента дороже конкурента. Что значит «может позволить»? «Мочь позволить» и реально покупать – это не одно и то же. Вот, например, кто-то из вас может себе сегодня пойти и позволить купить Porsche Cayenne. Но не обязательно его покупают. А кто-то, может быть, купил Porsche Cayenne, но при этом не мог себе его позволить. Это большая разница. Вы бы кем хотели больше быть? Тем, кто может себе позволить Porsche Cayenne или тем, кто его купил, но не может себе позволить? Гораздо больше силы у того, кто может себе позволить, правильно? Но если вы можете себе позволить, то не значит, что вы обязаны это покупать. Но мы с самого времена про позволение. То есть это про вашу платежеспособность, как физического лица. Так вот, каждый клиент в любой нише, чтобы появился в нашей компании, он нам сколько это стоит. Например, если посмотреть, если первые моменты будут, надеюсь, маркетинг. Если вам нравится этот контент и наш канал, то узнавать о будущих эфирах и мастер-классах проще всего на сайте mdv.pro. А получать дополнительную информацию с анонсами о рынке и бизнесе проще всего в Telegram-канале. Сканируй код или переходи по ссылкам здесь и в описании. Если мы посмотрим на классическую связку, которую до большинства используется, Яндекс.Директ. У нас есть клики. Каждый клик стоит денег. Кто помнит, сколько примерно в стройке стоит у вас клик? 65 рублей, да? 100 рублей, 200 рублей. Плюс-минус. Давайте возьмем 100 рублей для простоты. 100 рублей за клик. Кликнули в Яндекс.Директе, минус 100 рублей списали. 100 рублей. У нас есть конверсия из клика на сайте. Есть заявки. Какая в среднем у вас в нише конверсия сайта заявками? Процентов. 5 процентов. У кого 5 процентов и больше? У кого меньше 5 процентов? Да, окей. Допустим, у вас в нише конверсия, давайте для процентов должен взять 10 процентов, чтобы было проще считать. То есть у вас переход из 100 кликов у вас только будет 10 заявок. Если у вас будет 100 кликов, 10 заявок, а цена клика 100 рублей, то вопрос, сколько будет стоить заявка? Тысячу. Логично. То есть мы покупаем каждого лида за 1000 рублей. Дальше. У нас всегда будет конверсия из заявок в квал-лиды. Квал-лид – это лид, который успешно прошел квалификацию. Не каждый лид целевой. Ну, для квал-лида очень простая квалификация. Это человек, у которого есть запрос на тему, которую вы решаете. У него есть бюджет, и ему достаточно срочно. То есть он хочет купить в ближайшей перспективе. Это квал-лиды. Если у клиента нет запроса, который вы решаете, ему нет денег или не горит, это не квал-лид. Вот такое просто определение. И по-любому же не все заявки, которые стоят на сайте, будут квал-лиды. Правильно? У кого-то не будет бюджета, кому-то будет несрочно, кто-то хочет купить себе дом деревянный, а вы срочи только каменные дома. Ну и так далее. Поэтому у нас есть конверсия в квал-лиды. Какая у вас конверсия примерно в квал-лиды, как вы думаете? Или знаете, может быть? 30%. 30%? 70%. Нифига себе. Значит, у вас мало лидов. Если у вас такая большая конверсия. Скорее всего так. Ну вот, мой опыт мне говорит о том, что в среднем в нише строительства, в агентствах недвижимости, в EGS, у застройщиков, девелоперов, средняя адекватная конверсия в Яндекс.Директе из лидов в квал-лиды 20-30%. Больше, значит, вы уже очень хорошо трафик льете. Если большой объем трафика, но при этом у вас 20%, то тоже неплохо. Меньше, что-то не так с рекламой. Или с сайтом. Поэтому, допустим, здесь конверсия будет 20%. Это значит, что каждый квал-лид нам сколько будет обходиться? Мы должны тысячу разделить на 20. Получается 5000, правильно? Умножаем в 5 раз. То есть каждый квал-лид нам будет обходиться в 5000 рублей уже. Мы покупаем, мы засовываем в коробочку Яндекс.Директ денежку, на выходе получаем квал-лиды и каждый квал-лид нам обходится 5000 рублей. Дальше. Есть такая тема, как КЭФ. Это наша разработка. Мы как компания придумали застолбелье. Мы даже сейчас его зарегистрировали как товарный знак в Роспатенте, как разработка научная, так как в отделе продаж. В абсолютно любой нише для того, чтобы клиент купил, очень важен такой фактор, как доверие, правильно? Мы не можем купить с ним доверие. И вопрос звучит так. Какое событие в воронке продаж максимально поднимает вопрос доверия перед клиентами. И в каждой нише, на самом деле, есть какой-то этап воронки в середине, от заявки до покупки, в середине где-то, который предопределяет продажу, предопределяет доверие. Например, если мы идем покупать автомобиль, это что? Тест-драйв. Очевидно, что чем больше будет тест-драйв, тем больше будет покупок. Если мы идем в магазин одежды, то это примерка. Если мы идем в стоматологию, то это бесплатная диагностика или там чистка камня зубов. Может, кто-то из вас ходил, такие штуки делал, потом продали ему брекеты на 3 миллиона рублей. Это я. Мне позвонили, предложили бесплатную чистку камня. Думаю, халява, класс. И ворон попал. И мне продали брекеты. Я носил вороды брекеты. Если возьмем туристическую фирму, то это может быть приход в офис, или там Zoom, консультация, или подборка. Если мы возьмем стройку, то чаще всего что является кэвом у вас? Встреча в офисе, или может быть вывес на участок, или может быть архитектурный проект. Бесплатно. Если вы бесплатно делаете, воронка будет шире. Если он платный, то тогда это будет уже первая покупка. Тогда значит встреча в офисе, скорее всего. Правильно? Как это с менеджером. То есть кэв расшифровывается как ключевой этап воронки. Вот это такое. Будем пользоваться сегодня активно. Как хвалид, кэв теперь знает, что такое. В нише стройки чаще всего это встреча. И у нас по-любому будет конверсия из квала вида вовстречу. Кто знает конверсию свою из квала вида вовстречу? Примерно 60% из квала видов. Ну, считается, если ваша конверсия из квала вида вовстречу меньше 50%, значит что-то не так с этим в продаже. Можете записать, можете замерить. Если из квала вида меньше половины переходит вовстречу, в согласие, внимание, в согласие на нее прийти, но не в доход, значит проблема. Поэтому я напишу согласие на кэв должно быть не меньше 50%. Это значит, сколько одно «да» я приду будет стоить? 10 тысяч. Понимаете, как это получается? М2ТВ ПРО дарит скидки от 15 до 50% в зависимости от пакета. А еще мы дарим подписку на уровень лучшей практики, которая стоит почти тысячу рублей. Ровно с этого я хочу начать приглашение в Сочи. Дело в том, что профессионалы рынка недвижимости, да и не только они, дважды в год собираются на жилищном конгрессе. Вот и 24-й не станет исключением. С 15 по 19 апреля мы будем на пятидневном марафоне, в котором также примут участие более 7 тысяч риелторов и руководителей агентств недвижимости. Только вдумайтесь, в рамках конгресса состоится более 400 мероприятий деловой и культурно-развлекательной программы и выступит более 500 спикеров. Но не забывайте про скидки до 50% от нашего канала. Все подробности на страничке регистрации. Каждый человек целевой, который сказал «Да, я приду», десятка, 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 мы покупаем по 100 тысяч рублей. Какая должна быть конверсия в КФ состоялся? Состоявшийся КФ хороший. По рынку я скажу так, 78%, 70-80%. То есть если у вас из тех, кто сказали «Да, я приду навстречу», сказали «Да, но не пришли», пришли меньше чем 70%, что-то не так на этом этапе или у вас проблема с следами, очень холодный трафик полетит. Если люди говорят «Да, приду, но не доходит», значит вы либо их не догреваете, либо они были недогретыми, либо вы так назначили, что криво-косо, на 30 дней вперед люди забыли и не приехали. Поэтому норма это 8%. Это значит, что сколько у вас должна получаться уже составив со встречи стоить? Помогите мне, я гуманитарий. 10 тысяч разделите на 8%. Сколько? 15 тысяч? Что, мнение-то разделяете? Я телефон просто отдал. 12 с половиной? Все, спасибо большое. То есть составившийся КЭФ, это 12500. Я по образованию учитель истории, поэтому вы мне этот извините, я с математикой не очень хорошо дружу. Поразговаривать, лясо поточить, это ко мне. Вот. Теперь, у нас есть конверсия из КЭФа в предоплату, в договор бронирования. Вы же так чаще всего делаете, правильно? Сначала бронь берете, 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей какую-то. У нас есть бронь. Какая обычная конверсия у вас из встречи в бронь? Сколько? 95? у вас все лиды по сарафану, скорее всего, значит. И у вас очень маленькая воронка. 25. Я скажу так, что все, что ниже 10% плохо, все, что выше 10% неплохо, все, что выше 20% приемлемо, все, что выше 30% пушка. Поэтому, ну, заложим, давайте представимся, что у нас конверсия 25%. Это значит, что на сколько бронь стоит денег? В 4 раза умножить. 40. 50 тысяч рублей, правильно? Верно? Напишу потом, предъявлю. 50 тысяч стоит бронь. То есть мы заснули в печку 50 тысяч, получили бронь. 50 тысяч, получили бронь. Мы покупаем у нашей коммерческого департамента каждую бронь за 50 тысяч рублей. Вот так это рождается. А теперь представьте себе, что цена клика стоит 200 рублей. Сколько будет бронь стоить? 100 тысяч. Понятно, да, идея? А если цена клика будет 200 рублей, но конверсия сайта будет 10%, а 20%, то тогда у нас будет цена заявки не тысяча, а 500, и тогда тут будет снова 50. Понимаете, как это работает? То есть ухудшение или улучшение любого параметра в этой воронке финально бьет по стоимости бронь. Но у нас еще есть конверсия из брони в сделку. Там же тоже не все в итоге доходят, тут отваливается. Правильно? Передумали, отказались, слились, пропали с радаров. Какая нормальная конверсия в среднем? 25, это очень плохая. Из брони в сделку должна быть конверсия в 80%. Если у вас меньше 80, вы либо берете фиктивные брони, либо ваши брони возвратные. Просто лайфхак, вне вишки, сделайте брони невозвратными. Все, у вас уже будет конверсия выше. И тогда не будет этой проблемы у продажников типа из серии. Ой, да вы брони оставьтесь, что вернете? Да это что за броня такая? Брони должна сгорать, если ты передумал. В этом вся идея брони. Поэтому возьмем, скажем, 80%. Получается, контракт, сколько нам обходится? 50. 50 разделите на 80%, пожалуйста. 60. 65? 60. 62 500, спасибо. 62 500. Итак, в нашей текущей игровой модели, это воронка продаж нашей в компании получилась, получается, что каждый контракт мы покупаем при текущих заданных параметрах конверсии и цены клика, здесь 100 рублей у нас будет, а здесь будет, вернем, 10, да? У нас получается, что каждый контракт мы физически покупаем за 62 500 рублей. Понимаете, цифра делась? Если мы на том из уровня воронки подкрутим конверсию, поднимем ее повыше, у нас цена контракта выпадет, верно? Если цена клика вырастет, у нас цена контракта вырастет. Логично? Возвращаемся в нашу фразу, с которой наше выступление. В любом рынке и во все времена побеждает всегда та компания, которая может себе позволить купить клиента дороже конкурента. Это значит, что победит та компания, которая будет готова заплатить максимально большую вот эту вот цену, при этом оставаясь прибыльной. Уловили 9? Алло? Вот это. Я вижу лица против первого ряда такие. Да. Вот мысль. То есть, получается, что у каждого из вас есть компания, и сейчас она уже покупает клиента по какой-то цене. И поэтому я бы хотел вам всем дать домашнее задание номер один, с которого стартует агрессивный рост захвата рынка. Прям можете записать на домашку, прям все ее сделайте, вы не пожалеете. Возьмите все свои затраты на маркетинг за последний год, ну, даже с первого ряда взят, и количество новых, уникальных, захоченных контрактов. Разделите первое на второе. И вы получите реально примерную стоимость контракта, по которой вы сейчас покупаете. Окей? Теперь, как посчитать, это будет наша цифра X, текущая цена контракта. Но это является фактом, по чем мы покупаем. А нам нужно еще понять потолок. По чем мы можем. Есть ли там зазоры, или его нет? Как понять зазор и как считаться зазор? Для этого в нашей компании у нас, допустим, в гидро-системе фондирование. Это значит, что вот если приходит денежка от клиента, то у нас есть такие хрюшки, копилочки, как дома. Знаете, в детстве мы хрюшки держали, раскладывали на конфеты, на подарок, на лего, на куклу. И вот мы берем эту денежку в соответствии с определенными пропорциями и раскладываем сюда кусочек, сюда кусочек, сюда кусочек, сюда кусочек. У меня есть такая копилочка под названием дивиденды. То есть, как только приходит любая копеечка на счет, процент от копеечки сразу летит в хрюшку под названием Михаил Гребеню, который тут же забирает. И я не вкладываю обратно в бизнес. Если я хочу вложить деньги в бизнес, то из этой хрюшки они сначала идут ко мне в карман, а потом они возвращаются в бизнес в виде займа с процентом. И я, как кредитор для своего бизнеса, самый невыгодный. Если вы вкладываете деньги в свой бизнес обратно беспроцентно, то вы инвесторы терпилы. И вашему мозгу рано или поздно будет тяжело справляться с бизнесом, потому что у него будет рано или поздно постановление вопроса, почему мы в свой бизнес деньги беспроцентно вкладываем. Очень важно, чтобы вы свой бизнес обратили. То есть, вы вытащили дивиденды и перевложили. Можете оставить их в бизнесе, но эта вот виртуальная операция должна происходить. И также это какой-то процент от оборота, который я всегда вынимаю. Стабильно. Есть такой же фонд «Копилочка» под названием «Маркетинг». Рубрика «Тупые решения». Давайте еще. Сократить штат, это про расходы. Молодец! Поддеть цены! Роллс-Кройс в вашем воронке будет покупать один, и может быть, из 500. Но этот один из 500 будет давать такую космическую маржу. Если у вас мало рекомендаций, мало благодарности, это значит, что вы делаете просто то, что от вас ожидают. Прежде чем начинать качать ваш маркетинг, прежде чем начинать качать видогенерацию, вам первым делом нужно сделать другую вещь. Важное изменение наступило в 22-м году. Монетизация на YouTube для российских каналов была отменена. Но мы не останавливаемся, ведь наша миссия продолжает создавать уникальные и интересные материалы для вас. Для этого мы перешли на платформу Boosty, где каждый может поддержать нас и содействовать развитию канала и рынка. Здесь мы делимся эксклюзивными видео, созданными нашей редакцией и при этом без рекламы. Подпишитесь и развивайтесь в профессии СМ2 ТВ. Все ссылки находятся на экране и в описании. Мы ждем вас в нашем сообществе на Boosty. Продолжение следует... Продолжение следует...